Правильно? Вот. Вот сейчас там находятся председатели избирательных комиссий УИКов. Они там вообще не бывают. Нет, там часть лежит. Основная часть находится там. Их удерживают. Они должны получать бюллетени и их удерживает глава поселения у этого района. Он их удерживает? Можно как вариант МЧС вызвать, чтобы двери открыли. Зачем? Нет, ну как мы закрыли? Ну ничего нет, ну люди мало ли там что-то. Не провоцируйте, пожалуйста. Мы не провоцируем. Мы на рамках закона. Вот смотрите. Провоцирует нарушение закона глава района. Он не имеет права никакого оказывать давления на председателя избирательных учреждений. А что он у себя делает в кабинете? Зачем он их собрал? У нас день до выборов люди приехали получать бюллетени. Зачем он их собирает? Скажите, пожалуйста. Я откуда знаю. Нет, ну подождите. Мы с вами сейчас законопослушные графины недавны допустить нарушение. У меня нет заявления ни от одного председателя участковой избирательной комиссии, но на него оказывают давление или влияние. Глава администрации района. Сейчас я могу сказать, что председатели избирательной комиссии на 10 часов, они находятся заложниками сейчас. И где заложниками? Они закрыты. Вы понимаете? Они должны внизу быть. Что они делают там, если они должны быть внизу и получать бюллетени? Они должны получать бюллетени. Почему вы решили, что их взяли в заложники? Ну а зачем их закрыли на дверь? Их закрыли. Вы понимаете? Видите, дверь закрыта. Ну что, от вас прячут сегодня. Они не знают, что я здесь буду. Зачем от меня прятаться? Вы понимаете, что это улучшение федерального закона? Должностное лицо не имеет права у себя собирать председателя избирательной комиссии, потому что это называется давление при исполнении должностных своих обязанностей. Ну а почему вы думаете, что врага...